Вы можете видеть в Италии сегодня, после падения правительства Драги, что у нас не может быть даже национальной политической стабильности. Европейские правительства будут падать одно за другим. В условиях нынешнего политического кризиса Байден потеряет одну или обе палаты Конгресса в ноябре. Борис Джонсон, клоун, был окончательно выброшен отчасти из-за усугубляющегося экономического кризиса. И поэтому у нас нет политической стабильности. Я хотел бы начать с пары основных моментов. Война на Украине должна закончиться. Это не закончится, дорогие друзья, поражением Владимира Путина. Сколько бы раз эту нелепость не говорили Бирбок, Байден или кто-либо еще. Война закончится, когда НАТО признает, что не будет расширяться за счет Украины. И когда будет достигнут результат переговоров. Если мы будем продолжать идти по тому пути, по которому мы сейчас идем, то Украина получит все больше и больше оружия, так она собирается победить Путина, никаких компромиссов, мы собираемся вытолкнуть Россию из Крыма и так далее. Но вместо этого Украина исчезнет с карты, либо начнется Третья мировая война, или все вышеперечисленное. И у нас не будет никакого энергетического перехода. Потому что если мы хотим иметь энергетический переход, если мы хотим иметь стабильный мир, нам нужно сначала положить конец войне. И не на условиях НАТО. Люди должны понимать, что эта война началась из-за того, что Соединенные Штаты настаивали на расширении НАТО на восток, что совершенно безответственно и полностью противоречит тем обязательствам, которые были даны Горбачеву и Ельцину. Я был там все дни. Это были четкие обязательства против расширения НАТО на восток. И уж точно не в сторону Украины или Грузии. Таким образом, наше собственное безрассудство лежит сейчас в основе беспрецедентной нестабильности. Нам нужно остановить войну путем переговоров. Нам нужно прекратить риторику о победе над Путиным и о победе над Россией. Нужно скорее остановить расширение НАТО, сохранив Украину, оставив покой Россию. Это то, что было на столе изначально. Но НАТО и особенно США это не приняли. Потом, к сожалению, Европа потеряла голос. Драги, Макрон, Шольц, все они потеряли свой голос. Они не смогли сказать, что правильно для Европы. И вот мы здесь. Итак, мой первый пункт. Климат и геополитика взаимосвязаны. Это восходит к вопросу, который вы задали, кстати. Что пошло не так в 90-х? Я могу сказать вам в деталях, что пошло не так. Что пошло не так, так это то, что США и Европа были готовы поддержать центральную Европу, но не были готовы помочь России. Более того, Россия снова стала врагом, потому что этого хотели американские неоконсерваторы. Они хотели первенства США. Они не хотели помочь России подняться с мертвой точки после разрушительного экономического и политического кризиса. Так что в результате Россия была прижата к стенке. И Путин наконец отреагировал. Об этом можно говорить еще много, но в основе этого кризиса лежит наша неспособность сотрудничать и быть мудрыми. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...